5 сентября 1725 года. Часовня Фонтенбло. На свадебной церемонии монарха собрался весь французский двор. Эта церемония не могла состояться в Версале, ведь после смерти Людовика XIV за 10 лет до этого Версальский дворец был основательно заброшен. И вновь возглавивший трон монарх просто не имел времени и возможности привести его в надлежащее состояние. Он был занят другими, более значимыми делами, утверждением своих властных полномочий и связанных с этим реформами внутри страны, а также признанием этих реформ за ее пределами. Вернемся к свадьбе. Невесте 22, она дочь Станислава, короля польского и великого князя Литовского, который занял трон после долгих переговоров после поражения шведов в Северной войне, в которой польская корона принимала участие на стороне пораженных. Но в итоге и сам Станислав был вынужден бежать во Францию и снискать там убежище. После долгих переговоров о выборе невесты избранницей стала младшая дочь Станислава. Здоровье и крепкая католическая вера принцессы перевесила бедность ее семьи, которая находилась во Франции в удручающем финансовом положении. Как вы уже догадались, женихом на этой свадьбе был Людовик XV. На момент бракосочетания с бедной 22-летней принцессой ему было всего 15, и это самый настоящий неравный брак. Будь монарх чуть старше, вряд ли бы он выбрал Марию в жены. Но решение о браке принимала комиссия, членами которой являлись герцог Бурбонский и мадам Депри. Мария, в отличие от остальных 98 претенденток, ничем не угрожала этой парочке. Поэтому для Сматрин они заказали портрет польской принцессы, где она выглядела очень похожа на мать жениха. И когда ему показали этот портрет, он воскликнул «Она самая прекрасная из них всех!». Таким образом, церемония состоялась, как было сказано в начале 5 сентября 1725 года в Фонтенбло. В мемуарах современников церемония описана следующим образом. Во время прибытия будущей Читы у входа в часовню, построенную при Франциске I, прогремели звуки барабанной дроби и труп. У входа пару встречали печально известные швейцарские гвардейцы. Чита прошла между ними, не обращая на них внимания. Далее в часовню подвое вошли нога в ногу рыцарей ордена Сен-Эспри. За ними проследовали великие офицеры дворов – граф де Шароле, граф де Клермон и принц де Конти. При церемонии присутствовали все представители французского двора, которых Мария никогда раньше не видела. И весьма очевидно, насколько неуютно она могла себя чувствовать среди незнакомых людей. Верхние балконы-часовни были покрыты синим бархатом, расшитым королевским гербом Франции. А ряды скамеек были покрыты пурпурным бархатом с золотыми герардическими лилиями. Хор воспроизвел свои прекрасные тона на персидских коврах. Первый ряд был зарезервирован для высших дам и лордов Франции, а также офицеров Сен-Эспри. Герольды с королевским гербом спустились вниз по ступеням, ведущим к алтарю. Людовик XV и Мария Лещинска преклонили колени на двух подушках для церемонии. Пока двоих укладывали на подушки, придворные заняли свои места на церковных скамьях. Каждый был тщательно рассчитан в соответствии с рангом гостя. Когда пара обменялась кольцами, был выполнен символический акт вручения каждому из них свечи. Король получил его от герцога Орлеанского, а его жена герцогиня вручила его королеве на атласной подушке. И герцог, и герцогиня целовали кольца новобрачных. Этот конкретный поступок мог бы показаться странным, но в то время он был сигналом приоритета. Символические свечи в руках короля и королевы олицетворяли подчинение короны церкви. Пока оркестр играл в ТДО, был подписан королевский брачный контракт. Была произнесена краткая молитва за короля, а затем все встали на те же позиции, что и процессия, которая привела пару в часовню. Оттуда их проводили в покое короля, где должны были начаться торжества. Это бракосочетание было скорее политическим для французского двора. Ведь после смерти Людовика XIV связи с другими европейскими дворами были оборваны, в том числе и с Венецией. И только в 1723 году, после 14-летнего перерыва в дипломатических отношениях, французская монархия направила в Венецию нового посла Жака Винсена Ланге, графа Герджи. Ланге занял традиционный для французских амбассадоров дворец Франции, расположенный на фундаменте Делла Мадонна Деллорто и выходящий через лагуну на материк. Сегодня это здание – Гранд Отель Палаццо Дей Доджи. Само собой разумеется, что он ежегодно отмечал здесь праздник святого Людовика 25 августа, тем самым чествуя не только покровителя своей страны, но и ее монарха. И вот, по случаю бракосочетания Людовика и Марии, Ланге очень быстро организовывает соответствующие торжества вместе с своей посольской аккредитацией. И здесь некоторые источники косвенно намекают на знакомство посла с Антонио Вивальди и первый обращается за помощью к композитору. Празднования с балом были назначены на 12 сентября, ровно через неделю после церемонии Фонтенбло. После бала была исполнена серената за авторством Антонио Вивальди, Глория и Гименей. Надо отметить, что это произведение было написано Доном Антонио между X и XX годами начала XVIII века и в источниках описывается как французская серената. Это произведение регулярно исполнялось по случаю тех или иных событий, связанных с французской короной. Но для нынешнего события оно было переписано Вивальди всего за пять дней. И для интродуционе, вступления, он написал синфонию. Но до наших дней она не сохранилась. Вкратце, весь диалог этой серенаты основан на противостоянии двух персонажей Гименея, бога брака, и Глории, атрибута французской монархии. Они оба просто высмеивают молодую пару. Глория начинается тем, что спускается на землю и приглашает Людовика приветствовать свою польскую невесту с помпезной арией а-ля Амены франчи арены, тематически связанной с одной из недавней оперы Вивальди Джустино 1724 года и первой частью его концерта Р.В. 538. Затем Гименей приглашает принцессу разделить брачные ложи и напоминает ей об обязанностях хорошей жены в арии до минор Тенеро Ачурлетто. Поздравления со свадьбой продолжаются по строгой ротации, пока пара не объединится в живой дуэт Педро Сэмпер Лапачи. Приходят еще две арии, подготовленные, как всегда, речитативами, и мы, наконец, достигаем кульминации серенаты заключительного речитатива. По традиции, именно здесь подводится итог радостному событию. Анонимному поэту, а я напомню, что либретто не сохранилось, даже удается втиснуть дань уважения самому Ванге за организацию праздника и его послание передается в окончательной форме. Этот праздник, поют Глория, навсегда останется в памяти человечества. Парам остается только спеть финальный дуэт «Ин Брачо Дай Кунтельти», что является еще одним заимствованием у Джустино. Давайте послушаем некоторые фрагменты этой серенаты. «Ин Брачо Дай Кунтельти» Я не знаю, насколько само событие бракосочетания 15-летнего юноши и 22-летней дочери сбежавшего польского короля остались в нашей истории как одно из главных ее событий. И тем уж более не имею ни малейшего представления, насколько это событие сохранилось хотя бы среди потомков фенецианцев, живших в то время на берегу лагуны. Но музыкой Вивальди мы имеем возможность наслаждаться до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok